Рига, улица Маскова, 15-й троллейбус. Так начиналась их история успеха. Им пророчили славу группы одной песни, но с тех пор прошло 10 лет и группа Астронаут празднует свой юбилей. Первый их концерт состоялся 10 лет назад в клубе «Саксофон», где им пришлось еще самим и доплатить, чтобы они смогли там играть. С того момента много что изменилось. Девушки и барабанщик. Мало споров и ссор, но по словам самих участников группы, со временем они научились разделять профессиональные споры и дискуссии от личных обид. Солистка группы «Мара» уже давно привыкла работать в мужском коллективе, однако признает, что в этом есть свои плюсы и минусы. Можно не носить тяжести. Иногда они меня балуют. Однако они редко считают, что у девушек одни эмоции, а мы вот парни, мы профессионалы, мы знаем лучше. Несмотря на то, что сама Мара считает себя девушкой из центра, одна из первых песен, которая принесла группе популярность, была про московский форштадт. По ее словам, это был некий протест против стереотипов об этом районе. Мне кажется, что московский форштадт не опаснее, чем любой другой район Риги. Просто за этим районом закрепилась определенная слава и стереотипы. У этого района есть очень большой потенциал для развития. Если бы только студенты Академии искусств собрались вместе, вместо того, чтобы быстро запрыгнуть в троллейбус и уехать побыстрее домой. Как раз в эти минуты группа дает свой юбилейный концерт. И несмотря на то, что 15-й троллейбус канал в лето и участники группы ездят на авто, теплое чувство ностальгии у них все еще осталось. Диана Хадулина, Иван Смилов, Сингус Грауденч, Латвийское телевидение.